Вот этот вот рост ксенофобии выглядит, конечно, ужасно и отвратительно. Второе, и я не думаю, что он быстро схлынет, я думаю, что это долговременные последствия. Очень сильный рост ксенофобии, который связан с этим терактом. Второе последствие – это стремительная моральная деградация элит. Я думаю, что, понимаете, это не общие слова. Я думаю, что, возвращаясь к вчерашнему разговору о публичном показе демонстрации пыток, я думаю, что это в известной степени такой, так сказать, не просто индикатор, а это очень резкий катализатор, который включил необратимые последствия. Потому что это такая вот лакмусовая бумажка. Потому что до сих пор, да, тут вот в комментариях, я уже начал просматривать комментарии к вчерашнему стриму, и тут уже пишут, ну как же так, вы забыли про швабры, что ли? Да нет, не забыли. Но просто швабры – это было в закрытых помещениях, об этом это делалось тайно. И когда, значит, ГУЛАГу нет, Осечкин это все выложил, то это было шоком. Но этим не хвастались, это было закрыто. Это как бы делалось, что называется, как, ну так называемая внутрикамерная разработка, извиняюсь за выражение. И это не, это не, это не, это все понимали, что это плохо. Вот исполнители понимали, что, в общем-то, так нельзя. Исполнители понимали, что это надо скрывать. Надо бояться опубликовать такого рода вещи. Здесь это делается все открыто, и все считается, то есть, вот это вот публичные пытки, отрезание уха, значит, выдавливание глаза, пытки электричеством, подсоединенным с проводами, подсоединенным к гениталиям, демонстрация вот этих вот террористов, подозреваемых, подчеркиваю, в терроризме, которые, на самом деле, находились в состоянии, когда смысла их допрашивать не было ровно никакого. Потому что каждый из них, после того, как подвергся таким пыткам, он был готов признаться и в распятии, в личном участии в распятии Христа, убийства Кеннеди и, так сказать, значит, соответственно, первоначальном взрыве, с чего, собственно, началась история Вселенной. То есть, любое, любое обвинение в данном случае строится на пустоте при таких пытках. Вот. И вы знаете, вот я посмотрел комментарии, ну, прежде всего, конечно, потрясающий, совершенно феерический комментарий Маргариты Симонян, которая написала следующее. Сейчас. Где моя шпаргалка? Вот. Это она в Твиттере написала. Я могу сказать, что я подписан на нее в Твиттере, я подписан на нее в Телеграм-канале. Просто надо же понимать, куда это все движется. И вот что она написала. Никогда не ожидала от себя такого, но когда вижу, как их скрюченными заводит суд, и даже ухо это чувствует, исключительно удовлетворение. Понимаете, опять-таки, вот это из этого же ряда. Это вот то, что одни люди с гордостью публикуют вот эти кадры, когда он лично на камеру отрезает ухо, когда он лично выдавливает глаз, когда он лично... Другие люди, совершенно не стесняясь, публично заводят в суд. Но все-таки я просто довольно много занимался, в том числе и правозащитой, и знал свои случаи избиения. Но, как правило, все-таки, прежде чем привести в суд, людей приводят в какое-то состояние приличное. То есть стараются в полиции, а раньше в милиции, старались бить так, чтобы не наносить тяжелые видимые повреждения. То есть, ну, известно, что это такое. Там били толстым томом по голове, значит, там большой бутылкой с водой, чтобы не наносить видимые повреждения. А здесь открыто, человека несут, так сказать, на носилках в больничной одежде. Видно, что человек вообще, в принципе, ничего не понимает, находится просто в бессознании, не может говорить. Но, тем не менее, вот приводят в таком виде в суд. То есть суд открыто становится, так сказать, профанацией. Это не суд, это казнь просто фактически. То есть это все делается открыто. Это очень сильный сдвиг в общественном сознании. Вот как я говорил о том, что только что начал наше с вами размышление, с приведения в пример трансляции заседаний съезда народных депутатов после мартовских выборов 1989 года. Так вот, это воздействие, вот такого рода трансляции заседаний суда, когда, ну, откровенно, это просто вот средневековая казнь, по сути дела. Там четвертование, колесование и так далее. Это производит очень серьезное воздействие на общественное сознание. Ни один, понимаете, то есть, ну, я не говорю там, 21-я статья Конституции, прямо запрещающая пытки. Ни один, ни, значит, Москалькова, которая формально является главным государственным правозащитником, ни совет по правам человека, ни кто-то в правительстве, никто, ничего. То есть, расчеловечивание, как моральный императив. Речь не идет там о глупостях каких-то, вот, там вы жалеете преступников. Ну, во-первых, сочувствие к любому живому существу, который испытывает боль и страдания, кто бы он ни был, это нормальная человеческая реакция. Но хорошо, вы не сочувствуете, но вы понимаете, что так нельзя делать? Просто нельзя. В данном случае неважно, как вы относитесь к террористу или подозреваемому в терроризме. Понятно, что эти люди заслуживают сурового наказания. Но в данном случае, вот, подобного рода вещи, это гораздо больший удар по российскому обществу, по российской государственности, чем сам теракт. То есть, совершенно очевидно, что те террористы, которые публично пытают обвиняемых в терроризме, они гораздо опасны. Там, жертвой вот этих вот террористов, возможно, этих террористов, а возможно и нет. Тут много нестыково стали, по последним данным, 139 человек, а здесь воздействие на сознание, уродование сознаний 140 миллионов человек. Поэтому Мишустин заявил о том, что Мишустин, казалось бы, не такой вот упырь, как Маргарита Симоньян, заявил о том, что к террористам никакой жалости. Другая сторона моральной деградации элит, это превращение хамства в норм... Ну, скажем так, не превращение, а укрепление хамства, как нормы жизни. И здесь я просто все же в лицах, все же в демонстрации норм поведения, которые создают новую общественную атмосферу. Тот же самый Владимир Соловьев в авторской своей программе назвал жалобы, которые поступали от жителей Белгорода, которые регулярно находятся под обстрелами, мерзкой истерикой. В данном случае совершенно я не пытаюсь каким-то образом оценить тот факт, что Белгород находится в зоне боевых действий фактически. И то, что война пришла в Белгородскую область, я считаю, вполне справедливым и правильным. Но речь о другом, речь о реакции Соловьева. Он же как бы на другой стороне находится. И вот он заявляет о том, что, значит, те люди, которые жалуются на то, что их бомбят и призывают обратить на это внимание, он называет их тварями, которые притворяются блогерами, значит, заявил о том, что это мерзкая истерика, призвал их заткнуться. На это, естественно, из Белгорода последовал ответ, стали приглашать его приехать в Белгород и пожить какое-то время под бомбами. Значит, это, еще раз я фиксирую, что вот это вот сознательное расчеловечивание как государственная политика, с одной стороны, и хамство как тоже, как фактически государственная политика. Это очень сильная, сильная, так сказать, дальнейшая моральная деградация, которая фактически закреплена как норма на государственном уровне.